глубоко уважаемые коллеги добрый вечер я рада приветствовать наших уже постоянных слушателей новых подключившихся и на проекте культурный код медицина и искусство сегодня у нас темы которые я всегда последний год слушаю на любых передачах они самые интересные самые новые кати это тема связанная с нарушением микробиоты и искусственным интеллектом итак первая тема terra incognita terra nova коррекция нарушений микробиоты но начнем мы издалека начнем мы с начала 20 века 1909 год долгожданная встреча двух великих умов того времени это лев николаевич толстой и илья ильич мечников встреча произошла в ясной поляне прошла она крайне неудачно собеседники совсем не понравились друг другу после этой встречи лев николаевич ехидно писал ну врачи уже совсем с ума посходили они стали связывать то что происходит в прямой кишке с головным мозгом и действительно илья ильич мечников для своих современников был знаком не своей фагоцитарной теории да и нобельскими работами а тем что он рассуждал на тему толстых кишек и в своей книжке этюды о природе человека еще в 1903 году он писал теперь уже нет ничего дерзновенного в утверждении что все толстые кишки человека излишне в нашем организме и что удаление их привело бы к очень желательным результатам надо сказать что илья ильич сам операции не делал но у него было много последователей в том числе и за границей которые удаляли толстый кишечник и обычно это были жертвами до становились женщины операции в итоге проходили не успешно но тем не менее на начало двадцатого века господствовала теория множественных симптомов аутоинтоксикации илья ильич мечников говорил о том что именно это явление главное препятствие достижения долголетия он полагал что застой каловых масс ведет к возникновению ряда заболеваний как правило опять же это были женщины они отличались таким слабым здоровьем множественными жалобами легко падали в обмороке они не могли длительно умственно или физически работать все это сопровождалось бессонницей неврозами не меланхолией каким-то недомоганием какое было самое популярное лечение их отправляли на курорты на минеральные воды в баден-баден в карлсбад и да им там становилось лучше аутоинтоксикация исчезала ну если бы мы говорили современным языком сейчас бы речь шла о функциональных заболеваниях прежде всего наверное где-то о синдроме раздраженного кишечника и илья ильич мечников также предположил что большая часть заболеваний начинается в желудочно-кишечном тракте что там есть хорошие бактерии есть плохие и проблема возникает когда хорошие бактерии больше не могут контролировать плохих он назвал это явление популярным словом на сегодня дисбиоз имея ввиду состояние экосистемы где бактерии больше не живут в состоянии гармоничного баланса какое-то время термин дисбиоз стал мальчиком для битья дисбактериозом называли буквально все и вся и он даже получил определенный негативный оттенок у ряда врачей но пять лет назад на одной из европейских гастро недель основной доклад первый доклад обычно звучит так что нового произошло в гастроэнтерологии в этом году этот доклад представлял профессор эмад эля мар он негласно считается главным гастроэнтерологом в мире потому что он возглавляет является редактором главного журнала да с высоким импакт фактором это журнал гад и я представила на слайдах скриншот его презентации где речь шла об основных топиках в гастроэнтерологии да не потеряла актуальности воспалительные заболевания кишечника все что связано с неалкогольной жировой болезнью печени исследования связанные с колоректальными раком но на первом месте тема горячая hot topic это микробиом мы с вами коллеги живем в эпоху микробной революции если посмотреть на публикации в подмет то вы увидите что там с 1970-х годов в течение 20 лет практически не было работ которые были бы связаны с дисбактериозом с микробиоты почему все очень просто 99 процентов штаммов они не культивировались на стандартных средах но потом начался бум почему пришел бим да просто потому что развивается новые методы выявления микроорганизмов появилась секвенирование генома фиш методика florescent in situ гибридизейшн пиросеквенирование различные электрофорезы усложненные варианты ну и метагеномный анализ если нас слушают коллеги из новосибирска я передаю им поклон поклон им их городу и памятнику лабораторной мышки она перед вами на слайде в санкт-петербурге на территории института экспериментальной медицины есть такое народное название это памятник собачки павлова а вот новосибирске есть памятник лабораторной мышки и он не менее важной именно мыши вложили первоначально большой вклад в изучение микробиоты потому что они послужили основой беременные мышки у которых скрывали матку в стерильных условиях для создания животных гнотобионтов это животные которые ну и появились и были дальнейшем выращены в стерильности сейчас это не только мышки это уже и крыски и свинки и петухи и в принципе да это наверное могут быть кто угодно стоит поклониться этим животным как минимум детям где-то стоматологом потому что именно работам на гнотобионтах благодаря этим работам было показано что кариес возникает совсем не из-за того что мы едим много сладкого как раз из-за микробов что мы до сих пор не знаем мы пытаемся найти связь между микробиомом кишечника и различными заболеваниями но это до сих пор проблема так называемая chicken and egg проблем то есть непонятно что первично проблема яйца да или курицы уважаемые коллеги когда вы в следующий раз будете в эрмитаже я призываю вас не пробегать мимо 248 зала это зал который обычно не очень любят там картины голландских и фламандских художников золотого века голландии получил это название натюрморты в частности натюрморты завтраком они вызывают определенное недопонимание ну какая-то картина какая-то смятая скатерть разбросанная посуда остатки еды но давайте немножечко остановимся возле картины вильяма класс хеда который называется завтрак скрабом и посмотрим на нее чуть-чуть подробнее здесь имеется четкий упорядоченный характер изображения сначала глаз ловит что-то красивое привлекательное это деликатесы и каждый каждое изображение имеет ну под собой определенную основу ну деликатес это показатель зажиточности затем вы увидите скорее всего яркую серебряную посуду это основное центральное такое цветовое пятно который вообще-то символизирует земное богатство затем вы увидите сосуд акилей дорогой сосуд обычное золото признак поэтому зажиточности не каждый мог себе его позволить иметь в доме это также символ святого духа ремер очень частое изображение красивого сосуда из так называемого лесного зеленого стекла с украшением в виде виноградных гроздьев на основе бокала это символ достатка в доме и искупительной жертвы христа потом вы отметите что там есть и привычные вам блюда оливки хлеб традиционные агарок свечи который символизировал уход человеческой души морские раковины самый негативный символ в голландской живописи хуже могли быть только улитки это признак смерти и бренности лимон с кожурой который подразумевал под собой внешнюю красоту а внутри город горечь и кислота нож уязвимость человека все эти символы встречаются практически на каждой из картин голландских художников лист бумаги с норовоучительным изречением и это для нас до какой-то хаос был на картине а для 17 века любого жителя любого города в нидерландах все было предельно ясно эта картина ванитас на которые нужно было смотреть и задумываться о бренности жизни о своей душе о том что главное это не отнюдь не земные какие-то радости и повторюсь каждый символ был на своем месте и имел свое значение также и с микробиоты когда вы знаете как ее исследовать какие методы использовать что означает каждый вид каждый штамм становится гораздо проще и интереснее уважаемые коллеги давайте продолжим мы сегодня знаем очень много но мы знаем что функции микробиоты крайне разнообразная это ферментативная функция включая расщепление всех веществ и только углеводов белов и жиров но и модификация холестерина и ферме ферментированная активность это синтетическая функция речь идет о синтезе ряда витаминов в частности к а с группы b синтез фолиевой кислоты нейропептидов схожих да на систему цитохромов белков регуляция абсорбционной активности детокс регулирование иммунитета защитная функция но есть еще одна функция микробиоты о которой не пишут в учебниках и как правило не говорят на конференциях это функция эстетическое наслаждение красотой я вам представляю результаты до шедевры работы конкурса который проводит американское микробиологическое общество называется конкурс агаровое искусство или агар арт где принимают участие микробиологи и художники иногда это и то и другое вместе взятые из разных стран перед вами победитель конкурса агарного искусства битва зимы и весны и определенная техника который тоже использует эта техника бактериография но изображение думаю самое известное да даже по моему школьникам есть еще один художник микробиолог нобелевский лауреат который рисовал картины с помощью микробов речь идет о изобретателе первооткрыватели наверно правильно так сказать пенициллина александра флеминги он явно не отличался скурпулезностью в работе он был крайне небрежен не любил особо убирать за собой чашечки петри они оставались на два-три дня и там что-то росло ну собственно говоря так и появился пенициллин очень упрощенная схема но тем не менее и вот он заметил что все бактерии имеют свою окраску свою скорость роста и он начинал начал тщательно подбирать бактерии по цветам по времени развития конечно рисовал близкие к эпохе начала двадцатого века первой четверти работы это изображение военных спорт бокс был очень популярен в англии особенно матери с ребенком сейчас эти картины хранятся в лаборатории музея александра флейминга в лондоне поэтому уважаемые коллеги может быть это позвучит странно да с определенным искажением врачебным но бактерии это в том числе искусство и это красиво и так что мы сегодня знаем о микробиоте на самом деле очень и очень немного мы знаем точно да уверенно что количество микробных клеток как минимум не меньше численности собственных клеток микроорганизма заметьте я подчеркнула не меньше раньше мы говорили такие большие цифры в несколько раз больше в десятки раз больше сейчас это подвергается сомнению масса микробиома тоже под вопросом есть уже данные о том что это двести пятьсот грамм но усредненные значения где-то два с половиной три килограмма до большая часть до 97 процентов обитает в толстой кишке в этом мы уверены мы также уверены в том что больше всего анаэробных бактерий и они превосходят факультативные анаэробы и аэробы 75 процентов мы еще не знаем поэтому количество видов микроорганизма в микробиоме человека существенно недооценено микробы располагаются не хаотично не отдельными группами нет они располагаются как правило в пристеночном слое муцина если мы говорим о кишечнике и организованы в биопленке это позволяет им выживать там даже есть свое чувство кворум биосенсус кворум число бактерий где-то приблизительно часть вернее бактерий где-то 60 видов является общими для 90 процентов людей ну и точно так же как есть понятие до индивидуальных отпечатков пальцев сетчатки глаза появился термин микробал фанга принтер то есть каждый человек имеет набор из типичных только для него бактерий и да их можно сравнить с отпечатками пальцев помните в начале где-то 60-х годов стала очень распространенная картинка из устава воз конца сороковых о том что здоровье это состояние полного физического духовного социального благополучия а не только отсутствие болезни и физических дефектов и в основном четко проговорила что от медицины это зависит 10 процентов 20 процентов приходится вклад в здоровье на генетику и на экологию но образ жизни определяет 50 процентов сегодня наверное пришло время что эту схему нужно чуть-чуть поменять и добавить туда показатели связанные с микробиотой здоровье человека это коллективная собственность разделенной с микробиотой чего мы не знаем процентов какой же этот вклад по мере общения с микробиотой мы прошли определенные этапы сначала мы противоборствовали соперничали друг с другом состояние антагонизма потом мы перешли в состояние комменциализма сотропезничество но сейчас все-таки считается что мы живем в взаимополезном сожительстве или в состоянии мутуализма и в нашу терминологии в наш дезаурус вошло понятие эубиоза это количественный и качественный гармоничный баланс микробных компонентов кишечника который приводит к здоровому метаболическому и иммунологическому сотрудничеству хозяином наверное звучит немножечко громоздко и сложно но здесь каждое слово не лишнее мы многого не знаем но 99 процентов тех видов которые мы уже идентифицировали относятся преимущественно к двум типам фермикуты и бактероиды именно они составляют основную массовку до 70 процентов очень важное понятие видового разнообразия нам сложно оценить в реальной клинической практике состояние микробиоты да даже название иногда трудно проговариваются как же это делать но у нас есть косвенные методы на что мы можем ориентироваться в клинической практике это на показатели секреторного иммуноглобулина а в калии и так называемый и убиотический или дисбиотический индекс который указывается на бланках при определенных способах определения микробиоты на самом деле там соотношение бактерии прауничеки и эшерихии коли какому пониманию мы наконец-то пришли что именно разнообразие микрофлоры это основа здоровой жизни разнообразие это хорошо классический пример это патология связанной с хеликобактерной инфекцией давайте посмотрим на состав микробиоты желудка если хеликобактера там нет больше всего там будет фермикутов мы про это говорили актинобактерии чуть мягче бактероиды протеобактерии и фузобактерий но когда приходит хеликобактер пилори а если все-таки произошло инфицирование я напоминаю что в 100 процентов случаев состоянии будет острый гастрит переход хронический гастрит хеликобактер там останется хеликобактер относится к виду протеобактерии это красная на слайде и посмотрите полная экспансия он занимает все биологические ниши желудки вытесняя другие штаммы как минимум количественно поэтому на сегодня говорить о том что кто-то лишний в нашей микробиоте это неправильно особенно я хочу подчеркнуть роль клостридей продолжаются исследования строится даже вот такие сетевые карты взаимосвязи взаимодействия между видами бактерий в нашем организме и мы понимаем что и у биос как раз то есть нормальное до соотношение обеспечивается и находится под четким контролем класса клостридей а вы вспомните да какое у нас к ним было отношение что их нужно найти уничтожить и что как правило они причины всех бед сейчас наша клиника но в нашем холдинге в см клинике проводится исследование 16 с секвенирования генома и к счастью мы достигли консенсуса с врачами микробиологами с генетиками которые дают нам результаты и они пишут в случае обнаружения клостридей что не надо их убивать подчистую и не надо принимать системные антибиотики так как именно клостридей является управляющим элементом микробиома с легкой подачи журнала нейча два года назад появился такой термин как охота за здоровым микробиом стало понятно что очень многие факторы окружающей среды влияют на нас на наш микробиом это образ жизни стресс заболевания география географическое положение этнос возраст но ключевыми наверное здесь являются питание и определенные лекарства и конечно стал вопрос а как бы повысить свой показатели здоровья то есть бактериальное разнообразие подход очень простой уважаемые коллеги если у вас есть маленькие и не очень маленькие дети и есть возможность отправить их к родственникам лучше к бабушкам с дедушками в деревню на лето отправляйте не задумываясь если у вас еще нет животных вы колеблитесь домашних животных кого бы завести и вообще заводить или нет кошечку и собачку то если мы будем говорить о здоровом микробиоме заводите без сомнения для микробиома лучше собачка в плане аллергических заболеваний оказалось что лучше кошечки именно домашние животные также как и воспитание в сельских условиях ферма дача со всеми вытекающими да как представлено на картинке могут существенно повысить бактериальное разнообразие у детей и предотвратить как минимум две патологии это рис под респираторную патологию и воспалительные заболевания кишечника почему эта тема отдельной наверное лекции но сейчас очень популярна так называемая гигиеническая гипотеза мы так стали стремиться к повсеместной чистоте и стерильности мы стали применять массово дезинфектанты мыло сейфгар средства гигиены с добавлением антибактериальных препаратов плюс там снизилась где-то плотность населения это привело коммунальные квартиры да например исчезли в одном доме три поколения семей не живут это привело к нарушению естественной антигенной стимуляции иммунной системы прежде всего детей что неизбежно стало причиной снижения иммунной толерантности к росту и распространенности аутоиммунных и аллергических заболеваний я уже подчеркнула что есть два фактора которые больше всего наиболее значимо влияют на нашу микробиоту это диета и лекарства что касается диеты здесь все просто это так называемая диета западного образа жизни там большое количество насыщенных жиров легко усвояемых углеводов негативный оттенок несут также искусственные подсластители и эмулюгаторы на нашу микробиоту как ни странно часть пробиотиков и вот тотальное увлечение с одной стороны зож с другой стороны определенными диетами сейчас особенно популярно интервальное голодание или прерывистое голодание интерминент фастинг что оказалось да но полезно но при определенных условиях да но положительно влияет прежде всего на аутоиммунные заболевания есть такие работы на отдельные виды колита и работы на рассеянный склероз где точно не надо соблюдать правила интервального голодания при отягощенной наследственности по раку толстой кишки и в случае наличия уже каких-то форм и в случае приема алкоголя коллеги про диеты мы поговорим кажется в следующей передаче ну и второй фактор это лекарства среди лекарств на первом месте стоят системные антибиотики именно они снижают альфа разнообразие есть работа по цифрофлокса цину на 30 50 процентов по ванкомицину на 65 80 при этом некоторые виды бактерий исчезнут просто навсегда к счастью в гастроэнтерологии мы уже отходим от в ряде случаев системных антибиотиков но мне не придет до в голову например назначить системный антибиотик при ну как первая линия как минимум при синдроме раздраженного кишечника с диареей при синдроме избыточного бактериального роста при дивертикулите я вспомню что в нашей практике есть уникальный антибиотик с иубиотическими свойствами рефоксимин альфа или альфа нормикс если мы говорим о торговом наименовании если кто-то еще вдруг нечаянно да может быть нас смотрят коллеги не гастроэнтерологи терапевты не знакомы с этим антибиотиком я предлагаю ознакомиться с со статьей в журнале world journal of gastroenterology где вы если краткий спойлер да узнаете что рефоксимин это не всасывающийся антибиотик но тем не менее он обладает всеми свойствами системных антибиотиков противовоспалительным действием антибактериальным и нетрадиционным противомикробным то есть он положительно влияет модулирует микробиоту способствуя росту бактерий полезных для хозяина без изменения его общего состава то есть вообще-то мы можем называть его не антибиотик да а и убиотик к или модулятор экосистемы кишечника я бы хотела подчеркнуть еще раз о том что рефоксимин альфа это не всасывающийся антибиотик который действует только в просвете кишечника если речь идет именно об альфа форме но дело в том что рефоксимин существует в различных кристаллических формах каждая из которых обладает своей биодоступностью рефоксимин гамма-дельта аморфный рефоксимин показались бы показали биодоступность которая характерна для системных препаратов поэтому если вы слышите слово рефоксимин было бы крайне желательно чтобы там все-таки была приставочка альфа речь шла об альфа нормиксе и именно тогда мы можем говорить что срабатывают вот эти все волшебные эффекты которые описаны более чем полутора тысячи публикаций на pubmedia и мы никак не можем взять и экстраполировать эти данные которые написаны да на рефоксимине альфа на другие виды рефоксиминов если вы читаете публикацию она международная она современная и там не указывается кристаллическая форма рефоксимина то априори да речь идет о рефоксимине альфа потому что на сегодняшний момент это единственный доступный на рынке в мире до окончания срока патента патентная защита еще не ушла было бы крайне желательно чтобы мы и с пациентами проговаривали о том что рефоксимин альфа не всасывается поэтому маловероятно что образуется резистентность а пациенты уже знают эти слова особенно после ковида высокая концентрация в кишечнике является неблагоприятным условием для формирования резистентных штаммов и даже если они формируются какие-то единичные то после прекращения терапии резистентные штаммы еще же исчезают из кишечника поскольку являются нестабильными и не способными колонизировать желудочно-кишечный тракт ну и очень важный наверное момент о том что долгожданная появилась форма альфа нормикса в новой дозировке 400 миллиграмм номером 14 ну я бы сказала что это запрос от врачей был требовались от нас определенные дополнительные условия объяснять пациенту почему нужно принимать по две таблетки 200 миллиграмм три раза в день ну потому что во всех международных публикациях эта доза 550 миллиграмм или 400 миллиграмм три раза это та доза на которых проводилась все клинические исследования поэтому уважаемые коллеги сейчас вы можете уверенно писать альфа нормикс 400 миллиграмм по одной таблетки три раза в день если вы лечите срк печеночную энцефалопатию сибр или дивертикулярную болезнь ну немножечко чтобы отвлечься да о том что есть легенды не только среди лекарств но и среди художников одной из легенд которая входит в топ-10 возможно именно благодаря своей эксцентричности является сальвадор дали одна из его знаковых работ иролистичная сюрреалистичная это пиджак афродизиак всегда встает вопрос перед любим художником где черпать вдохновение ну перед сальвадором дали такой вопрос не стоял он не стесняясь говорил что для него вдохновение любовь страсть и секс что касается любви и страсти у него была обожаемая галла я напомню что галла в русскоязычной транслитерации это елена ивановна диаконова художница модель из города казани до которая потом стала музой и женой сальвадора дали но уже переехал ну а что касается секса здесь все было очень просто сальвадор дали делал на это акцент он хотел быть привлекательным для противоположного пола это его бодрила и он постоянно придумывал какие-то афродизиаки амар в виде телефона тоже оттуда и вот одна из его работ представлена на слайде это пиджак мы первоисточник не видели не знаем он сохранился только на фотографии в дальнейшем сальвадор дали очень часто посещал мероприятие в репликах это пиджак на которой крепились 83 рюмочки с мятным ликером были варианты еще мятная жвачка туда же помещалась трубочка ну и предполагалось что все подходят пьют восхищаются но там даже был вместо манишки лифчик опять же для усиления эффекта уважаемые коллеги теория была прекрасная но на практике почему-то как афродизиак не сработала надо сказать что и в медицине так бывает теория говорила о том что чем больше будет разнообразных полезных бактерий тем наверное будет лучше которые принесены извне до в рамках пробиотиков тем будет лучше для нашего организма но это не совсем так я обращаю ваше внимание что феврале этого года наконец-то обновились глобальные практические рекомендации всемирной гастроэнтрологической организации по пробиотикам и пребиотикам и я выделила три основных пункта эффективность пробиотиков штамм специфично это опять же что мы не можем экстраполировать все на вся имеет значение не количество штаммов пробиотики а наличие доказательной базы уже готового продукта и что очень важно при различных заболеваниях потому что может получиться так что даже уже хорошо изученные штаммы вступят в неожиданные взаимодействия в много компонентном пробиотики или окажут какие-то неожиданные эффекты в организме ну например пиджак сальвадора дали часть женщин откровенно отпугивал ну может быть потому что в каждой из рюмочки помимо ликера еще находилась мертвая муха коллеги у нас на рынке появился новый моно штаммовый пробиотик с очень понятным и изученным действием он получил название энтеролактис и я обращаю ваше внимание на работу которая я подчеркиваю да что это моно штаммовый пробиотик которая показывает связь между количеством штаммов пробиотики и доказанной клинической эффективностью уже готового пробиотик содержащего продукта если это 12 штамма то эффективность около 60 процентов 35 штаммов 37 6 8 8 процентов но это если больше 9 штаммов в одном продукте к сожалению это точно так же как в случае полипрагмазии более десяти препаратов ни одна система искусственного интеллекта не скажет какое побочное действие может возникнуть также здесь эффективность оказалось стремится к нулю что мы знаем про энтеролактис на сегодня энтеролактис ну наверное самое правильное определение это он дирижер микробного оркестра я говорил о значимой роли кластриде одесс кластридей энтеролактис изменяется отношение и способствует формированию здоровой микробиоты те работы которые есть говорят нам о том что при приеме энтеролактис плюс в течение четырех недель происходят значимые изменения уменьшается численность бактерий порядка кластриде алис те которые продуцируют провоспалительные метаболиты и идет увеличение численности бактерий определенного рода тоже кластриде одесс которые продуцируют короткоцепочечные жирные кислоты бутерат и пропионат а я напомню что это основной энергосубстрат для толстой кишки уважаемые коллеги мы не будем сегодня у нас еще будет несколько эфиров которые будут посвящены отдельно микробиоте я просто хочу показать доказательную базу уже на сегодня проведено более 25 международных клинических исследований продолжаются более 10 исследований и это очень широкий спектр проблем это не только восстановление модуляции микробиота кишечника это работы которые определяют противовоспалительные модулирующие действия работы связанные у пациентов синдромом раздраженного кишечника инфекция хеликобактер пилори сибр дивертикулез и так далее и так далее уважаемые коллеги самая популярная фраза в третяковской галерее о это же это я предлагаю вам немножечко начинать погружаться в тему микробиоты пробиотиков пребиотиков совершенствоваться профессионально ну и мы продолжаем наш эфир продолжаем совершенство во всех областях поэтому я передаю микрофон юлии валентиновне шапира добрый вечер дорогие коллеги мы с вами продолжаем знакомиться и разбирать тему профессионального горения и сегодня мы поговорим про интеллект но не просто про интеллект а про интеллект эмоциональный есть такая очень модная тема почему мы об этом говорим я думаю только ленивый не слышал своей жизни фразу врач должен быть эмпатичным врач должен сочувствовать врач должен сопереживать пациенту и т.д. и т.п. должен должен безусловно мы будем говорить о том что эмпатия такой же профессиональный навык врача как и умение собирать анамнез умение строить гипотезу умению подтверждать назначать соответствующее лечение и так далее вопрос что мы будем подразумевать под этой самой пресловутой эмпатии определение которое принято считать валидным это управляемый отклик и ключевое слово здесь управляемые его не случайно подчеркиваю на чувство и состояние другого человека и тогда очень важно разобраться в том что такое сочувствие сопереживание какое они имеют отношение к эмпатии вообще слова эмпатия совершенно справедливо если вы сейчас слышите в нем аналогию до слышать схожесть со словом симпатия симпатия с чувствами эмпатия к в чувстве вот должны ли мы быть в чувстве большой вопрос и тогда если мы будем разделять к примеру сопереживание от сочувствия а то сопереживание это переживание которое возникает у нас когда мы отождествляем себя с другим человеком по сути дела мы его состояние примеряем на себя начинаем испытывать те же эмоции классический анекдот доктор что это у меня о боже что это у вас вот это собственно сопереживание чуть позже о том нужно ли она и полезно ли она и сочувствие как переживание эмоций по поводу мы видим страдание человека мы видим боль человека мы видим эмоции человека и по этому поводу бы тоже испытываем свои эмоции но при этом не теряем не забываем откуда собственно зачем индуцированы эти эмоции сейчас мы не теряем ощущение происхождения этого нашего переживания. А теперь давайте приложим, почему мы говорим об этом в теме профессионального выгорания. Потому что если доктор начинает сопереживать пациенту, то есть собственно дентицироваться и с ним тоже, если я с ним испытываю те же чувства и эмоции, то же состояние, в общем большой вопрос. Долго ли доктор сможет быть доктором, да? Долго ли он сможет быть профессионально полезным? Если мы говорим о сочувствии, о переживании и эмоции по поводу, да, мы можем печалиться по поводу того, что с пациентом происходит можем совершенно искренне сочувствовать ему но мы помним откуда эти чувства взялись на по какому поводу они у нас появились и вот эта самая эмпатия это собственно составляющая эмоционального интеллекта которыми начала говорить и умение обращаться с этим навыкам меня выращивать себе этот навык он прокачивается собственно тоже необходим для того чтобы профилактировать профессионального горания если кто-то из вас сейчас сидит и думает о боже мой какие чувства в конце концов я знаю где у меня кнопка выкл покажите мне пожалуйста я за жизни нашла к сожалению я скорее придерживаюсь и собственно не только я да это общая признанная история что наш стиль обработки информации наша модель взаимодействия с этим миром только 10 на 10 процентов обусловлено рассудком логикой нашим рациональным мышлением остальные 90 это айсберг который скрыт под водой это ощущение нашего тела это сигналы нашего тела это переживаемые нами эмоции это бессознательные вещи которые двигают нами вот такой красивый айсберг вы видите сейчас на картинке и драма в том что если мы не знаем и не пытаемся осознавать что происходит там под поверхностью воды однажды может случиться упс наш пароход превращается в титаник который был прекрасно оснащен как вы знаете но тем не менее неожиданная встреча с этим айсбергом которого не видели о котором никто не подозревал что там под водой скрывается стала катастрофичной собственно для тех кто на нем находился поэтому я предлагаю посмотреть что же там собственно есть в этом айсберге и как с этим обращаться если говорить о эмоциональном интеллекте если говорить об эмоциональной компетентности то традиционно выделяют четыре составляющих осознавание своих эмоций осознавание эмоций другого человека управление своими эмоциями и управлениями эмоциями другого человека и нам всем конечно хочется немедленно пойти в пункт четыре чтобы получить свои руки волшебный джойстик где мы можем подергав этим джойстиком побудить другого человека немедленно перестать огорчаться ну кто из нас не говорил своим детям фразу не плачь а кто не говорил своим друзьям фразу не расстраивайся я надеюсь никто из вас не говорил себе соберись тряпка потому что это из этой же оперы но увы мы не можем взять под управление здесь слово именно управление играет роль мы не можем взять под управление то чего мы не понимаем поэтому все начинается с осознавания ну и традиционно все начинается с осознавания ровно себя а что такое осознавание ну слово осознанно сейчас в моде я думаю что вы с ним встречаетесь периодически опять-таки а что за этим стоит стоит вот что за этим осознать это значит первый пункт заметить и пункт 2 назвать а то есть идентифицировать обозначить это по имени я надеюсь что заметить у вас уже лучше потому что на прошлой нашей встречи мы с вами брали упражнение сканер может быть кто-то из вас начал его выполнять и навык замечать вас развивается прямо на глазах тем не менее да мы эту задачу продолжаем решать и сегодня я дам еще несколько техник которые помогут нам в этом собственно первое упражнение будет уже вот через минуточку так что же мы будем осознавать то что нам нужно заметить и назвать как психолог да как практикующий психолог я довольно часто встречаюсь с тем что человек не может назвать не может идентифицировать какое чувство он испытывает человеку задаешь вопрос что сейчас с тобой он говорит да нормально все коллеги я думаю вы тоже с этим встречаетесь когда вы задаете своим пациенту подобный вопрос а где болит а как болит не знаю а нормально все а вот для того чтобы ваши пациенты лучше могли рассказать что с ними происходит вы начинаете описывать например виды боли для того чтобы помочь людям лучше идентифицировать те чувства которые они испытывают психологи классифицировали эмоциональное состояние те базовые классы эмоциональных состояния которые увидеть сейчас перед собой их 8 сегодня на двух слайдах у меня размещены это гнев радость страх и печаль я думаю это всем знакомые слова и может быть вы наверняка сейчас вспоминаете как эти переживания собственно с вами происходили и следующий кластер на следующие четыре класса это любовь стыд интересы и отвращение все очень знакомо в прошлый раз мы с вами говорили о важности замечания о важности идентификации более слабых сигналов по ну и согласитесь что гнев это очень сильные чувства которые трудно не заметить его наверное идентифицируют все ярость следующая градация то очень сильное чувство невозможно не заметить наверное невозможно не назвать хотя есть люди которые схитряются и это делать но нам важно для того чтобы научиться до чтобы развить свою матьян эмоциональную компетентность чтобы научиться управлять своими эмоциями и как следствие научиться управлять коммуникации эмоциональным напряжением в этой коммуникации а значит эмоциональным состоянием другого человека, нам важно научиться замечать более слабые сигналы. И вот, собственно, упражнение, которое я вам готова сейчас предложить, и с удовольствием, поскольку наша следующая встреча будет посвящена вопросам коммуникации врач-пациента, законам этой коммуникации, я с удовольствием предложу вам в качестве домашнего задания выполнить вот такое упражнение. Это развитие навыка осознавания своих эмоциональных состояний. Берете эти 8 классов базовых, и по каждому классу эмоционального состояния пишите как можно больше вариантов. Какие еще состояния могут быть включены в этот класс? Ну, например, давайте я верну, вдруг кто-то из вас сейчас заскринит себе, чтобы было удобнее выполнять это упражнение. Гнев. Возможно, он начинается с легкого раздражения, возможно, это негодование, возможно, это злость, возможно, это уже ярость. Какие еще состояния вы можете включить в этот кластер? Чем больше вы напишите, тем круче ваша эмоциональная компетентность сейчас, тем больше вы продвинулись. Использовать интернет, безусловно, можно, потому что это информация, которую мы получаем, примеряем на себя, было-было, да, знакомо-знакомо, включаю. Может быть, вы включите в страх сначала настороженность, а потом может быть испуг, а потом может быть легкое беспокойство, а потом может быть еще что-то. И таким образом происходит развитие нашего эмоционального интеллекта, потому что мы можем не только заметить навык осознавания себя, осознавания своего тела, мы прокачиваем с помощью упражнения сканер и называния с помощью того, что мы узнаем все больше и больше эмоциональных состояний. Из этого можно сделать веселую игру, в которую вы можете поиграть со своими коллегами или со своими детьми, у которых, кстати, с переживанием эмоций все хорошо, но чем младше ребенок, тем меньше он знает о том, как это называется. Вообще-то родитель в данном случае является тем зеркалом, который объясняет ребенку, что с ним происходит в одно и сделайте благое дело для своих детей. Итак, вот это прекрасное упражнение я бы предложила вам взять в качестве домашнего задания, извините, в качестве домашнего задания для того, чтобы немножечко прокачать историю, немножечко прокачать свой навык эмоциональной компетентности. Почему нам важно понимать себя? Потому что если вы понимаете, что происходит с вами, вы можете взять под управление самую себя. И как писал замечательный, потрясающий психолог Виктор Франк, возможно, кто-то из вас читал его книгу «Смысл жизни» и много других книг, между тем стимулом, который воздействует на нас, нашей эмоцией, возникающей в ответ на этот стимул, и тем действием, тем способом реакции, который мы выбираем, всегда есть пространство вариантов выбора. Наша задача, если мы говорим о профилактике эмоционального выгорания, профилактике профессионального выгорания, обеспечить себе это пространство вариаций выбора реакции для того, чтобы сохранить себя, сохранить пространство коммуникации с пациентом, сохранить себя в здравом уме и трезвой памяти. И в этом смысле хорошо бы помнить, как вы видите сейчас перед собой иллюстрацию к Алисе в «Страде чудес», нет никакой реальности, есть только восприятие. И можно спорить об этом на самом деле, говоря, что в реальности все не так, как на самом деле, наверное, знаете эту прекрасную шутку. Но правда в том, что мы всегда видим реальность, оцениваем реальность и реагируем эмоционально на эту реальность, исходя из той позиции и тех привычных эмоциональных реакций, которые у нас уже накоплены. Я позволю себе рассказать анекдот, есть прекрасный анекдот про двух старинных подруг, которые встретились после долгого перерыва, обменялись новостями, и одна из них говорит, послушай, я слышала, у тебя сын женился. И как? Она говорит, слушай, ужасно, невестка ужасная. Ты знаешь, он сам готовит завтрак, сам отвозит детей в садик и школу, он сам убирает в квартире, он обеспечивает ей отпуск три раза в год. Ну, в общем, просто словом, кошмар, нентяйка, просто я дико расстроена, а у тебя как дела? Вторая говорит, ну, ты знаешь, я дочку замуж выдала. И как? Спрашивает-то. Она говорит, великолепный, у нее замечательный муж, он сам готовит, помогает ей с детьми, отвозит их в школу и садики, сам убирает в квартире, они трижды в год ездят в отпуск. Ну, замечательный брак, просто не нарадуясь на нее, глядя. Какова реальность, коллеги? Какова реальность в этом самом месте? Нет реальности. Есть только восприятие. И если мы начинаем работать со своим восприятием, то есть в тот момент, когда вы услышали какой-то тонкий эмоциональный сигнал, когда вы распознали, что с вами сейчас происходит, когда вы поняли, на что вы сейчас реагируете, вообще-то хорошо бы задать себе вопрос, а с чего бы вдруг у меня такое восприятие? Знаете, есть куча тренирующих вещей, которые помогают нам расширить восприятие, да, ну, немножечко шоры на глазах раздвинуть, расширить восприятие, увидеть немножечко с другой стороны. И сейчас я выведу на экран одну из таких волшебных картинок, на которые предлагаю вам потренироваться немедленно. Если вы сейчас видите в верхнем ряду 5 ямочек, а во втором ряду 5 выпуклых кочек, попробуйте потратить, это буквально несколько секунд, как правило. Перенастройте свое восприятие прямо сейчас так, чтобы в верхнем ряду у вас были выпуклости, а в нижнем ряду у вас были вогнутости. Ну, я не первый раз вижу эту картинку, но каждый раз попадаюсь на этот фокус, безусловно, мне понадобилось сейчас несколько секунд для того, чтобы перенастроить это восприятие. Так есть, и по большому счету нашему мозгу все равно, какая картинка перед нами, он будет реагировать на то, что мы ему будем говорить, да, как мы эту картинку будем ему интерпретировать. Возможно, вы слышали о целом направлении, которое называется йога смеха, это довольно смешное для меня направление, чем оно смешное, в буквальном смысле, это люди, которые собираются своим кружком, да, собираются своей толпой, да, своей организацией, и они просто хохочут, они садятся в круг и просто хохочут. И есть уже исследование, что их физиологическое состояние улучшается, не говоря уже о психоэмоциональном. Поэтому самое распространенное упражнение, которое они рекомендуют, это выходя с утра в ванну, глядя на себя в зеркало, улыбнуться себе широко-широко и захохотать. И через какое-то время вы почувствуете, что ваше состояние улучшилось, даже если вы встаете по утрам столь же тяжело, как встаю, например, я по утрам, я не утренний человек, я не жаворонок, но этой технологией неизменно пользуюсь. Нет реальности, у нас есть только восприятие, и это наша задача с этим восприятием работать. Каким образом я предлагаю продолжить нашу работу? Каким образом я предлагаю дальше продолжить развивать собственно этот навык? А я предлагаю расширить упражнение сканер. Если вы помните, в прошлый раз, на прошлой нашей встрече мы брали то, что сейчас написано зеленым шрифтом. Мы садимся в кресло, прислушиваемся к себе, иногда это можно делать на бегу, но это только тогда, когда вы уже хорошо освоили это упражнение. И задаем себе три вопроса. Что сейчас происходит в моем теле? И мы отслеживаем все напряжения, по возможности, тут же может быть их расслабляем, все напряжения, все скованности, принимаем более удобную позу в этот же самый момент, ну если вдруг вы сидите. Следующий вопрос. Какие эмоции я испытываю и какие мысли крутятся в голове прямо сейчас? Я предлагаю расширить это упражнение для того, чтобы отследить свои привычные модели, свои привычные паттерны, на что вы реагируете и чем вы отвечаете. И тогда мы получаем в руки инструмент, в каком именно месте нам надо поменять восприятие для того, чтобы это стало не тем, что нас приводит к выгоранию, а просто событием сегодняшнего дня. И тогда нам нужно еще два вопроса. Если я сажусь и делаю сканеры, я обнаруживаю, что у меня болит голова, я раздражена, я встревожена, то с чем связано такое состояние сейчас? Что запустило такую реакцию? Когда я начинаю осмыслять, что же все-таки произошло, скорее всего, я говорю, я, но и если вы будете делать это, то вы найдете эту точку, которая запустила эту цепочку тревожности, которая запустила эту цепочку раздражения. О, вот оно, вот на это коллега, проходя мимо походя, бросил фразу о моей работе, я не успел ее осмыслить, я не успел отреагировать, но она у меня в голове крутится, и поэтому вот сейчас такое состояние вызвано этим. Отлично. Что произошло и что я могу сделать прямо сейчас, чтобы изменить свое состояние? Ну, например, знаете, есть такой хороший способ, его, кстати, очень часто используют психологи, психотерапевты в своей работе, задавая вопрос. Есть какие-то иные причины, ну, например, такого поведения коллеги, кроме того, что он оценивает твою работу крайне низко. Есть какие-то иные причины, что там, не знаю, начальник с тобой сегодня не поздоровался, чем то, что он тебя ненавидит и мечтает о твоем увольнении. Есть какие-то иные причины у пациента вести себя вот таким вызывающим образом, да, пациенты иногда ведут себя очень вызывающе, кроме того, что он хочет досадить врачу и, там, я не знаю, испортить ему день. И когда вы начинаете менять вот это восприятие, когда вы начинаете менять картинку, где выпуклости становятся вогнутостями, когда вы начинаете менять картинку, где оказывается одинаково готовятся завтраки, одинаково дети отвозятся в школу просто бы расценивали это с разных сторон тогда на этом месте вы получаете в руки инструмент управления своей реакцией нельзя отключить эмоцию мы будем это испытывать да мы будем испытывать эмоции потому что это то что присущим нашему организму до вас это вшито ее отключить нельзя кнопки выкл не существует но выбрать возможную реакцию выбрать варианты этой самой реакции это вполне то что в наших силах и таким образом вы очень сильно будете сохранять себя профилактируя тем самым профессиональное выгорание и тем самым вы будете улучшать или сохранять прекрасную комплаентную коммуникацию с пациентом собственно об этом будет тема нашей следующей встречи и так напоминаю у нас с вами есть два упражнения это расширение понимания какие эмоциональные состояния бывают по 8 эмоциональным кластером вот они это гнев радость страх и печаль и это любовь стыд интерес и отвращение и второе задание которое я вам предлагаю сделать это расширить упражнение сканер и продолжить свою работу с ним на самом деле сканер упражнения базовая на нем держится очень много других вещей и он нам с вами пригодится еще много много раз спасибо за внимание до конца